Девушки отдыхают Добрый день, дорогие мальчики и девочки! Здравствуйте, друзья! Здравствуй, Лёша! Ну что же, если мы все в сборе, то можно начать урок природоведения Давайте, давайте уже скорее его начинать, а то мне очень хочется всё-всё про этот цветок узнать О, какой цветочек! Откуда он у тебя появился? Я сегодня еноточью фокусы показывала, они ему так понравились, что он мне его подарил А как он называется? Я не знаю, еноточь забыл мне сказать? Потому что он специально не сказал Почему это? Потому что это не цветок, а какой-нибудь лопух Что? Лопух? Лопух-лопух! Ну не расстраивайся, Веснушка, Коксик, конечно же, пошутил Еноточ подарил тебе удивительное растение, оно называется плющ Посмотри, какие у него фигурные листочки Они немного похожи на кленовые Точно! Ну ладно, Веснушка, не обижайся, я пошутил, а цветок твой и правда красивый И необыкновенный Почему необыкновенный? Потому что плющ можно назвать не просто растением, а самым настоящим цирковым артистом Цирковым артистом? Вот здорово! А что он умеет делать? Он умеет лазать по деревьям, по стенам и даже по потолку Лёша, а ты не шутишь? Нет Интересно, как же это он делает-то, а? Сейчас увидите Давайте посмотрим на веточку с другой стороны Смотрите внимательно Ну, что вы видите? Хм, веточка как веточка, ничего особенного Неправда, ну что в ней такого необычного? Ой, ну смотрите, смотрите Здесь около листочка какие-то маленькие щеточки торчат Молодец, Веснушка Ты оказалась самой наблюдательной Я тоже эти щеточки видела Ну и что в них такого особенного-то, а? Эти щеточки воздушные корни И они нужны цветку именно для передвижения Лучше всего они растут в темноте Поэтому цветок прикрывает их своими листьями Здорово придумано! Да, не цветок, а сороконожка Ну, только всё-таки непонятно, как он наверх забирается А вот как Корни плюща цепляются за щели в стене Заполняют их постепенно снизу доверху Таким образом он и карабкается наверх А если гладкая стена попадётся? Что тогда этот артист делать будет? А вот тогда конец корешка начинает расти вширь И становится похожим на маленькую ладошку И этой ладошкой плющ будет цепляться за гладкую стенку? Да, через какое-то время на корешке появится клейкий сок И он с такой силой приклеит корень к стене Что легче будет оборвать стебель, чем оторвать корень от стены Ой, ну, такого я даже в цирке не видела Получается, плющ действительно верхолаз-акробат И самый настоящий фокусник Ещё и фокусник? Ой, а вы не шутите? Нет, я не шучу Ну, и какие же фокусы он показывать умеет? А вот смотрите Стоит только плющу вырасти И добраться до вершины дерева, например Как тут же он и начинает свои превращения Его резные листики меняют свою форму Ого! Они теперь на блестящие сердечки похожи Здорово! Ни за что бы не догадалась, что это наш знакомый плющ Ну, вообще-то видов плющей достаточно много И у всех у них разные листья У одних просто зелёные У других с белыми или жёлтыми пятнышками Бывают листья вытянутые, а бывают закруглённые Ой, смотрите, есть совсем крошечные листочки Да, и большие с ладонь взрослого человека Какие они все красивые, резные Вот именно за это плющ очень понравился людям Это растение известно с глубокой древности У греков он служил знаком веселья Как это? На весёлых пирах гости украшали свои головы венком из плюща Но не только люди приметили это замечательное растение Ну, кто же ещё? Пчёлы На юге, где плющ растёт среди деревьев Пчёлы собирают с него столько же мёда, сколько могут собрать с липой А липа, как известно, самый лучший медонос Выходит, и пчёлы радуются Да, да, и птицы Его ягоды для них отличное зимнее угощение Ай, ух ты! Какой, оказывается, это замечательный плющ Да, отличный цветочек тебе, еночь, подарил Угу, я буду стараться за ним ухаживать А можно я буду тебе помогать? Ну, и я тоже Конечно, конечно, можно! Ведь мы с вами настоящие любители природы А это значит, что мы любим ухаживать за растениями И я этому очень рад Но теперь пора прощаться с ребятами Потому что наш урок подошёл к концу До новых встреч, юные любители природы! Субтитры создавал DimaTorzok